Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Начало гонки. В Кыргызстане бывший премьер-министр резко критикует нынешнюю власть и требует создать для всех кандидатов президенты равные условия. Мы прекрасно видим, что тот же самый премьер-министр не сходит с экранов государственных телерадиокомпаний. О каких равных условиях может подойти речь? Цепная реакция. Повлияют ли антироссийские санкции на экономику Казахстана? Политики высказывают разные мнения, а народ готовится затягивать пояса. Любое ухудшение экономического положения в России, оно случится из-за санкций против нефтяного сектора. Оно обязательно ударит по нам. Государство против хиджабов. Власти Таджикистана готовятся запретить ношения нетрадиционной для страны, а также нескромной одежды. Если сейчас видят закон, запрещающий носить платок, я расстроюсь и буду горевать. Бегущий в темноте. Незрячий юноша из Кыргызстана занялся триатлоном и готовится представить свою страну на параолимпиаде. В Кыргызстане требуют отставки премьер-министра Сорунбая Джиенбекова, одного из основных кандидатов на пост президента страны. По мнению некоторых участников предвыборной гонки, для конкурентов созданы неравные условия. Их оппонент все еще возглавляет правительство и регулярно появляется на главных телеканалах страны. В частности, с резким заявлением по этому поводу выступил предыдущий глава правительства Тимир Сариев. Он считается одним из крупных политических игроков. В предвыборном штабе политика полагают, что выдвиженец от президентской партии, нынешний премьер Сорунбай Джиенбеков, использует свое служебное положение для продвижения своей кандидатуры. Мы несколько раз пробовали, пытались на центральные республиканские каналы, на КТРК, на ЛТР. Но нам просто сказали, ребята, есть указания сверху. Мы люди маленькие, вы нас тоже не подставляете, мы ничего не сможем сделать. Все идет сверху. О каких равных условиях может быть идти речь? Кроме того, Тимир Сариев потребовал, чтобы центр избирком обеспечил равные условия и для других участников предвыборной гонки. В том числе для кандидатов в президенты, которые сейчас находятся в СИЗО, у Мурбека Тикибаева и Садыра Жапарова. Политик потребовал, чтобы обоих задержанных допустили к экзамену по кыргызскому языку. Это обязательная процедура для всех претендентов на главный пост страны. Ситуацию также прокомментировали в избирательном штабе нынешнего премьер-министра Кыргызстана. Об этом речь может идти только. Об этом речь. Во-первых, это вопрос к Сорунбайшу Алипычу непосредственно. Раз. И второе, все будет делать по закону. Как положено по закону, так он и сделает. И подсказок не нуждается. Отразится ли новый список санкций против России на экономике Казахстана? Политики высказывают разные мнения. Однако некоторые эксперты считают, что новый список запретов отразится на всех партнерах России по таможенному союзу. Пока государственные мужи пытаются сохранить лицо, рядовые граждане готовятся к новому повышению цен. Репортаж Дмитрия Белякова. Будь готов, всегда готов. В кулуарах правительства министр нацэкономики Тимур Сулейменов рассказал. Про антироссийские санкции слышали. Ситуация под контролем. Министр сослался на мировые рейтинговые агентства и предложил подождать, как санкции отразятся на северном партнере, а потом уже рассчитывать ущерб для Казахстана. Надо быть готовым, но сгущать краски мы не хотим. И мы сейчас в рамках министерства с привлечением других коллег наших, Минфин, Нацбанк, готовы ко всему. Но тем не менее мы не считаем это каким-то чрезвычайным событием. Мы считаем, что эффект будет иметь примерно такой же, как любое повышение или понижение цены на нефть. Нурсултан Назарбаев включил антироссийские санкции в список экономических рисков. Выйдя из отпуска, глава государства встретился с премьер-министром и отдельно подчеркнул, будьте готовы. И риски есть еще до конца года. Колебания цен на энергоносители наши, на сырьевую продукцию есть. Влияние, возможно, санкции западных к России. Могут быть у нас это влияние, надо это учитывать. На новый список санкций казахстанский рынок отреагировал резко. В начале августа национальная валюта подешевела на 15 пунктов по отношению к доллару. Сейчас пошел откат. Тенге на отметке 331 за доллар. Аналитик Расул Расмамбетов называет ситуацию на рынке истерией и говорит, что подобные скачки ненормальны. Я видел очереди, действительно очереди в магазинах, в современных пунктах, что люди стояли, там даже 20-30 долларов. У кого мало денег, они даже, вот на моих глазах мужчина купил там 20 долларов. У него нет денег. Но он вот эти 6 с чем-то тысяч тенге он потратил, чтобы купить доллары. Эксперт подчеркивает, треть рынка в стране это российские товары. Плюс многие крупные иностранные ритейлеры работают в Казахстане через российский рубль. Последствий не избежать. Пока мы в этой таможенной зоне, мы всегда будем нести все политические, экономические, валютные риски, что он несет российский потребитель. Может быть, чуть-чуть меньше. Потому что все-таки на нас приходится, в силу того, что вот у нас 30% торговли с Россией, на нас всего лишь там 30% этого риска. Но этот риск обнулить нельзя. И санкции против России, они обязательно будут сказываться на Казахстане. Казахстанцы прекрасно понимают, что новый пакет санкций в первую очередь отразится именно на кошельке потребителя. Бесспорно имеют. И на жизнь, на все имеют. Независимо от того, что это принято в отношении России, а мы с ней находимся в одном едином таможенном совете, это по-любому бьет нас. И еще как бьет. Ну смотрите, у нас нет никакого производства. Сейчас все производство только начинается в России, правильно? Если нету у них, то завозят импорт. Импорт опять же бьет по курсу, правильно? Мы завязаны на России очень сильно. Если рубль начнет падать, соответственно, деньги ему никуда не деваются. Единственный утешающий фактор. Эксперты называют новые санкции длинными. То есть эффект от них может быть не резким, а постепенным. Дмитрий Беляков, Айнур Коскин и Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия. Московский суд приостановил депортацию в Узбекистан журналиста новой газеты Али Феруза. Сейчас он находится в центре пребывания беженцев. По словам адвоката журналиста Филиппа Шишова, условия содержания там сходны с тюрьмой. Али Ферузу запрещено выходить на улицу и пользоваться интернетом. А время приема посетителей и общения по телефону ограничены. Защита журналиста заявила, что разочарована решением суда. Законное решение было бы, ну, если не полностью его оправдать, человека, который находится без документов, не по своему собственному желанию, а вынужденному, то есть как беженый, который прибыл в Россию, подал в установленном порядке заявление об убежище, и именно поэтому у него нет документов, потому что он находится в процедуре. То, если не полностью его оправдание, то мы уж надеялись, что, по крайней мере, с учетом того, что его семья находится в России, мать, братья, брат, сестра граждан России, что он не будет его подворять из России суд. То есть, ну, оставить штраф, который был посвятен на удовлетворение, будет отменено. Напомним, Али Фируз по решению Басманного суда Москвы должен был быть депортирован в Узбекистан, поскольку якобы нарушил миграционный режим России. Журналист заявляет, что на родине ему грозят пытки и смерть. В защиту журналиста выступили профсоюз журналистов России, Международные правозащитные организации «Репортеры без границ» и «Эмности Интернешнл». Решение о депортации в данный момент приостановлено. Репортаж Рейтер. Мосгурсуд во вторник приостановил депортацию Али Фируза. Решение о выдворении из страны внештатного сотрудника «Новой газеты» гражданина Узбекистана вынес на прошлой неделе Басманный суд по делу о нарушении правил пребывания в России. Защита журналиста обратилась в ЕСПЧ. Фируз опасается, что в случае возвращения на родину ему грозит преследование. Европейский суд по правам человека запретил депортацию до вынесения своего вердикта. Судья Ольга Панкова решению ЕСПЧ подчинилась и постановила, что пока идёт рассмотрение жалобы, журналист будет находиться в центре пребывания беженцев. Адвокат Али Фируза, урождённого Худоберди Нурматова, считает, что вердикт Мосгорсуда определённо хорошая новость. Ведь рассмотрение дела в ЕСПЧ может длиться до двух лет. «Это решение означает, что реального выдворения господина Нурматова на территорию Узбекистана, к счастью, не будет. Да, это очень хорошо». Али Фируз вырос на Алтае. Его мать – гражданка России. Он долгое время жил в Узбекистане, затем вернулся и неоднократно пытался получить политическое убежище. По словам журналиста, на родине его пытались принудить к сотрудничеству спецслужбы. 1 августа Фируза задержали в Москве без документов. Узбекский паспорт у него украли ещё в 2012-м. За новым пришлось бы обращаться в посольство страны. По словам адвоката, после решения Басманного суда о депортации, сотрудник новый пытался покончить с собой. В МВД Таджикистана опровергли информацию о том, что в скором времени женщинам в хиджабах будет грозить крупный штраф. В то же время в силовом ведомстве не стали отрицать, что с женщинами в нетрадиционных для страны платках ведутся так называемые разъяснительные беседы. Полицейские не скрывают, что общаются с женщинами с определённой целью – разъяснить, что хиджаб – это якобы чуждое для таджикского народа одеяние. Из Душанбе, впрочем, поступает и другая информация. Местная пресса сообщает, что полицейские проводят рейды в местах массового скопления людей, подходят к женщинам в хиджабах и грозят штрафом до 10 тысяч суммуни. Это порядка 110 долларов. Если те не изменят внешний вид. Своё отношение к проблеме высказала и зампредседателя комитета по делам женщин Мархабо Улеми. Она утверждает, что в стране начата борьба с ношением, цитата, чуждых нарядов и с непристойной одеждой, противоречащей национальной культуре и религии таджиков. Под непристойной подразумевается откровенная одежда и декольте. А вот как относятся к проблеме сами жительницы Душанбе. Носить сатар, платок на голову от хиджаба, я начала по собственному желанию. Если сейчас выйдет закон, запрещающий носить платок, я расстроюсь и буду горевать, потому что с детства я хотела носить сатар, чтобы и в этом мире, и в следующем жить правильно. Я надела платок по своему желанию, меня никто не заставлял. Пусть никому не будет до меня дела, и мне дела нет, носят другие платок или нет. Если запретят, какой-нибудь другой большой платок завяжу. Я за то, чтобы запретили платки, сатар. Лучше маленькие платки и национальная одежда. Пусть президент запретит законом. Это не наша одежда, она чуждена. Это не для нашей нации. Я не сторонница этого. Мы все мусульмане, знаем Коран, читаем намаз. Но следовать примеру других народов не надо. Нужно носить таджикскую одежду. Напомним, что несколько дней назад президент Таджикистана Имамали Рахмона выразил крайнюю обеспокоенность радикализации общества и проявлением интереса таджикской молодежи к чуждой моде. Впрочем, высказывание о том, что черное одеяние не соответствует национальным традициям, ранее допускал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Далее в программе. Бегущий в темноте. Незрячий юноша из Кыргызстана замелся триатлоном и готовится представить свою страну на параолимпиаде. Россия продолжает политику оккупации Южной Осетии и Абхазии, заявил МИД Грузии в девятую годовщину российско-грузинского конфликта. Так называемая пятидневная война началась после полуночи 8 августа 2008 года. Тогда грузинские войска попытались установить контроль над Южной Осетией. На сторону южноосетинских вооруженных формирований встала Россия. Тогдашний ее президент Дмитрий Медведев объявил об операции, цитата, по принуждению Грузии к миру. По завершению войны Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. ООН считает эти регионы частью Грузии. Как пятидневную войну вспоминают в Грузии? Из Тбилиси наш корреспондент Звиад Мчедлишвили. В августовской войне Грузия потеряла более 400 своих граждан. Большинство из погибших тогда солдат похоронены на братском кладбище Мухатгверди. Почтить их память, сюда каждый август приезжают первые лица Грузии. Хочу преклониться перед всеми героями, которые не пожалели своей жизни ради нашей Родины. Это тяжелейшая дата в нашей новейшей истории. Мы не жалеем усилий, делаем все, чтобы объединить и укрепить нашу страну. У мира нет альтернативы. Мы строим единую сильную демократическую европейскую Грузию, которая будет домом для грузин, абхазов и осетин. Но большинство жертв пятидневной войны все-таки мирные жители. Более 200 человек погибли и еще 26 тысяч стали беженцами. Их села были почти что стерты с лица земли. Сильнее всего от российских авиаударов в августе 2008 пострадал город Гори. Накануне годовщины его жители зажгли на главной площади сотни свечей. Акции памяти проходят по всей стране уже второй день. Почти в каждом грузинском городе есть мемориалы памяти погибшим за территориальную целостность, у которых и собираются люди. Одна из самых масштабных акций прошла у села Харапива на административной границе с Южной Осетии. Всего в 400 метрах от линии разделения, за которой стоят российские войска. Активисты выстроились в живую цепь. А вот в Абхазии годовщину пятидневной войны готовятся встречать с Владимиром Путиным. О визите российского президента ранее сообщали российские и абхазские политики. Для Путина это уже третий визит в оккупированный регион. Ранее он посещал Абхазию в 2009 и в 2013 годах, традиционно выбирая для визита в месяц август. В Тбилиси такой жест расценивают как попытку оправдать оккупацию. Сейчас в грузинском регионе Абхазии ждут президента России, и это уже попытка узаконить историческую несправедливость, чтобы тем самым оправдать план развала единого государства. Но ни один грузин не признает оккупацию. Грузия едина, непоколебима, и мы обязательно добьемся объединения страны. Во время пятидневной войны с российской стороны погибли 67 военнослужащих, после чего Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако ООН и большинство западных стран по-прежнему считают эти территории частью Грузии. Официальный Тбилиси называет их оккупированными и призывает Москву отозвать свое признание. В Житомирской области социальные службы сначала отобрали, а затем по решению суда вернули детей родителям-родноверам. Это приверженцы старых славянских обычаев. Впрочем, решение не окончательное. Осенью детей могут забрать снова. Что стало причиной конфликта, который вышел далеко за пределы маленького села, выясняла Марина Ступак. Каждое утро Святозара и его супруга Святозара до перехода в родноверие Дмитрий и Елена приезжает к своим детям в реабилитационный центр. Привозят им еду, к которой в семье привыкли, без мяса. Это овощное рагу. Здесь есть чуть грибов, которые мы собрали у нас возле речки. Спаржа, цветная капуста. Я не люблю спаржу. Ну вот. Раньше он ее ел с удовольствием. К детям женщина приходит босой. Уже два года Святозара не носит обувь, чтобы лучше чувствовать землю. Супруги называют себя родноверами, живут по старым славянским обычаям, ведут здоровый образ жизни. Закаляются, не пьют и не курят. Педагог по образованию Святозара зарабатывает сеансами массажа. А супруг проводит уроки йоги и медитации. Здоровый образ жизни, здоровое питание, то, что детей ведет именно к выздоровлению. То есть, что они не пользуются медициной. С Лева с рождения, вот только вот как он родился, мы вообще к медицине просто не обращались. В село Букием семья переехала полтора года назад. И уже через пару недель соседи настроились против. Вся улица против того, что они так плохо воспитывают детей. За детьми вообще не смотрят. Дети беспризорные. Этот маленький мальчик голодный ходил к соседке. Дайте что-то есть. Вынесли ему хлеба и сало он наелся. Приходили еще в том году. Говорят, мы хотим кушать. А что вы будете кушать? Мама то нам не разрешает мясо и макароны, мы не кушаем. Так что ж ребенку дать? Они взяли хлеб, огурец, помидор и все. Бегут голые, рисуют себе интимные места маркером. Понимаете, очень много чего есть такого, которое вообще не должно быть в семье. С обвинениями в свой адрес родители не согласны. Причины конфликта видят в другом. Интерес властей к их дому и непонимание. Наш образ жизни просто будоражит все село и будоражит людей. О том, что дети обливаются зимой, мы обливаемся зимой. С верой родители просто прикрывают свою безответственность. В соцслужбе, говорят, не раз предупреждали взрослых о том, что заберут детей. Последней каплей стало то, что дети начали покидать населенный пункт и попрошайничали в Житомире. Вера и сыроедство к этому не имеют никакого отношения. Мы отобрали детей у родителей, у которых был ненадлежащий уход за своими детьми. При этом дети попали в центры реабилитации месяц назад совершенно здоровыми, рассказали в администрации. Почему нехорошо? Ну, потому что здесь молоко у нас и плохо дают еду. Мы мясо здесь не едим. Они периодически едят у нас мясо. Бывает и такое, что они не говорят родителям, что ели это. Они боятся быть непринятыми. Спустя месяц суд разрешил вернуть детей родителям. Но осенью их могут забрать снова. Сельсовет подал соответствующий иск. А пока в семье об этом стараются не думать. Первым делом, когда дети вернулись домой, пошли с родителями на реку. Как они верят, смывать негативную энергию. Марина Ступак и Николай Квас. Настоящее время. Житомирская область. Бегущий в темноте. Так прозвали спортсмена-триатлета из Бишкека Жалалдина Абдувалиева. С самого рождения у него были проблемы со зрением. А несколько лет назад он окончательно ослеп. Новым смыслом жизни для него стал спорт. Рассказывает Шавкат Тургаев. Едва на стадионе показалось солнце, Джалалдин уже на стадионе. Ни на одну свою тренировку он не опоздал. Разминку можно начинать и без наставника. От остальных бегунов он с виду ничем не отличается. Техника у него отточена. Но у парня есть одна черта, которая делает его особенным спортсменом. Он не видит. Каждое воскресенье бегал с помощью сопровождающих. Так как я не вижу, не мог бегать самостоятельно. Поэтому меня сопровождали люди, которые могли видеть. Здоровые, зрячие люди. С ними бегали каждое воскресенье. И мне понравилось. Бегом увлекся Джалалдин всего пять лет назад, когда полностью потерял возможность видеть. Проблемы со зрением у него были всегда. Врожденная катаракта. Один глаз не видел вообще, а другой с годами все хуже. Окончить обычную школу нендук ему не помешал. Окончательно Джалалдин лишил зрения несчастный случай. Когда я подрабатывал, меня побил один этот пьяный мужик. Не за что. После травмы у меня обострелось. И плюс, когда я получил травму, наверное, что-то произошло с сосудом их глаз или с нервами. Поэтому зрение быстро ухудшилось. Депрессия была. Очень тяжело было. Потому что ты видел, жил как обычный человек. И раз, как будто тебя посадили в клетку. Сидишь в коробке. Заметил его тренер по триатлону и позвал в свою команду. Теперь Джалалдин не только бегает, но еще и плавает и крутит педали велосипеда. После беговой тренировки занятия в бассейне. Плавать Джалалдин научился всего полгода назад. И было для него это очень непросто. У меня в начале был страх воды, фобия. Я воды боюсь сильно. Глубина когда глубоко была. А так сейчас уже привык. Так почти переборол. Плаваю вроде. Высокие результаты требуют упорства. Спортсмен уже показывает неплохие результаты, нахваливает твой наставник, но поблажек не делает. Я с ребятами так же работаю, как и с нормальными людьми. Они выполняют те же самые нагрузки и то же самое задание. Я не делаю разницу между паралимпийцами и сборной командой. Как со всеми детьми спортсменами. Естественно, где-то пряником, где-то палкой. Ну, не палкой, а словом таким хорошим. А так, да, парень целеустремленный. Самое главное, он боец. Он не бросает на достигнутом руки. Вот, например, тяжело становится, он перебарывает себя и начинает дальше делать. Утренняя тренировка окончена. Вечером будет вторая, на велосипедах. У Джалалдина есть мечта. Он хочет покорить в 2020 году столицу паралимпийских игр Токио. Обещает сделать все возможное, чтобы на играх зажечь свою звезду. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале Настоящее время в YouTube 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра, в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин